О Подомском в новом манеже для занятий конным спортом прошли соревнования по конкуру. В состязаниях приняли участие 25 пар. Взрослые и начинающие всадники выступили в разных группах. О самом зрелищном, но довольно опасном виде спорта в сюжете Елизавета Василевич. Ксении Кондратьевой любовь к конному спорту передалась от мамы. Девушка стала заниматься конкуром еще в детстве. В профессии уже 18 лет. Выступала как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Тренируется с лошадьми 6 дней в неделю. Последний год занимается с польским скакуном Орсоном. Он очень покладистый, мы очень трудолюбим. С ним очень приятно работать. Душевная лошадка. Это красиво, преодоление препятствий. И, конечно, адреналин. То есть выезжаешь и от старта до финиша на одном дыхании. Конкур – это молодой, но при этом зрелищный вид конного спорта. Участники соревнований – как взрослые, так и начинающие всадники. Пары должны преодолеть на своем маршруте препятствия разной высоты. Очки присуждаются за каждый успешно пройденный барьер. Это соревнования по возрастающей сложности. Стоит 6 барьеров, 6 барьеров, 5 барьеров обязательных, которых должен преодолеть всадник. И 3 барьера, 3 барьера у него стоят на выбор. Это так называемые 3 джокера, которые всадник должен преодолеть. Один высотой метр, другой высотой метр 10. И третий джокер, самый ценный и дорогой, он у нас стоит 130 сантиметров. И всадник должен преодолеть. 5 барьеров прыгает. Прыгает, если самый высокий джокер, то набирает самую большую сумму баллов – 33. Если он его сбивает, то, соответственно, будет минус 18 баллов от того, что он набрал. Впрочем, стоит помнить, что конкур – один из самых опасных видов спорта. Ведь многое зависит от лошади, которая тоже может нервничать. На технику выполнения прыжков влияет и сохранение равновесия во время полета, и физическая сила лошади, и умение всадника находить контакт с животным. В среднем карьера лошади в конкуре длится с 4 до 16 лет. Это Ричмонд. Ему сейчас 10. И он прекрасно подходит для работы не только с профессиональными спортсменами, но и с новичками, такими, как я. В соревнованиях, как правило, принимают участие лошади европейских пород. Именно с ними, говорят специалисты, легче всего работать. Главное, что теперь все условия для состязаний созданы. Новый конно-спортивный манеж площадью 800 квадратных метров позволит проводить соревнования и тренировки в любую погоду. Елизавета Васильевич, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.